Сейчас в магазинах огромнейший выбор разнообразных чашек, плошек, емкостей для выращивания рассады, которые и компактны, и удобны, и практичны, и даже не портят внешний вид комнаты. Остается дело за малым узнать все нюансы их применения и сделать правильный выбор. Поэтому, как раз в преддверии масштабных пассивных работ, давайте рассмотрим все плюсы и минусы разных емкостей для выращивания рассады, а затем уже, сделав собственные выводы, приобретем необходимую посуду. И начну я, пожалуй, с обычных ящиков. Они в основном бывают пластиковые и есть разнообразных форм и размеров. То есть можно легко подобрать такой, который как раз поместится на подоконнике. Ухаживать же за рассадой в них очень удобно, так как все сенцы, они находятся в одной емкости, и если нужно, то ее можно легко перенести в другое место или же просто развернуть нужной стороной к солнцу. Но их недостатком является то, что такая общая емкость, она подходит лишь на начальном этапе выращивания, то есть в качестве общего рассадника. А уже в определенный момент сенцы нужно будет прореживать и затем пикировать в отдельные горшочки. То есть получается, что такие рассадники – это не самая лучшая емкость для выращивания тех же перцев и баклажанов, которые очень плохо переносят пересадку. Но если вдруг у вас такие большие глубокие ящики, что вы планируете в них выращивать рассаду прямо до высадки в грунт, то тут все равно есть один негативный момент. Например, к моменту высадки растений их корни очень сильно переплетаются, и поэтому, разделяя их, корневая система сильно страдает. Хотя при выращивании рассады лука, порея или же репчатого лука по-другому просто не придумаешь, ведь не будешь же каждое перышко высаживать в отдельный стаканчик. И поэтому перед тем, как высаживать рассаду, саму емкость нужно полностью погрузить в воду и перед разъединением этих сенецов максимально размыть грунт в общей чашке. Примерно то же самое можно сказать и про лотки. Они от ящиков отличаются лишь тем, что у них есть поперечные перегородки, и благодаря чему он разделен на небольшие емкости разного размера, которые соединены между собой. Плюсы таких лотков и кассет заключаются в том, что они легкие, чаще всего компактные, и из-за этого их удобно хранить, а зачастую в каждой ячейке уже есть дренажные отверстия, и их даже можно складывать в тот же общий ящик. Но у таких емкостей тоже есть минусы. Например, из-за того, что ячейки небольших размеров, почва в них достаточно быстро пересыхает, и поэтому нужно всегда внимательно следить за влажностью. Да еще из-за того, что стенки кассет очень тонкие, то они хрупкие и легко ломаются. Следующий вариант емкости – это торфяные таблетки. Они есть различного размера, очень легко приводятся в готовое для посадок состояние, просты в использовании, имеют хорошую водо- и воздухопроницаемость, и очень хороши для выращивания культур, которые плохо переносят пикировку и пересадку. Но вот для выращивания томатов, перцев или же баклажанов этого объема грунта мало, и поэтому в стадии двух настоящих листочков их все равно нужно будет переваливать в большей емкости. И вроде бы все ничего, но у них тоже есть существенные минусы. Например, относительно грунта – высокая стоимость. Они очень быстро высыхают, и поэтому нужно особенно внимательно следить за влажностью субстрата. Или же если он подсохнет, то таблетки сожмутся и могут повредить корешки сенцев. Далее емкости, которые подходят для выращивания абсолютно любой рассады всех культур – это горшки или же пластиковые стаканы. Их выбор просто огромен – круглые, квадратные, разной высоты и объема. И при этом круглые горшки легче заполнять землей, но они занимают пространство нерационально. Зато квадратные, напротив, они более компактные, но из них тяжелее извлекать растения при пересадке. Их неоспоримое достоинство в том, что они удобны в использовании. Отсутствует необходимость частого полива, относительно умеренная стоимость и возможность многократного использования. Следующий вариант – это торфяные горшки, которые идеально подходят для выращивания рассады, которая не любит пересадку, так как вырастив в нем растение, его можно высаживать в грунт прямо с этим горшком. Он постепенно перегниет, да еще и станет хорошим удобрением. Но при всем этом, казалось бы, удобстве, у них есть существенные минусы. Например, если переборщить с поливом, то стенки горшка быстро покроются плесенью, а почва в них станет похожа на кисель. И если же наоборот чуть подсушить, то почва внутри них отстает от стенок и становится такой твердой, как камень. Поэтому с такими горшками нужно всегда правильно рассчитывать норму полива. И это не есть удобно, когда все время ожидаешь сюрприза от емкости. Поэтому, честно скажу, мне такие емкости не нравятся. Ну и, наконец, самодельные емкости. Это могут быть разнообразные самокрутки из пленки, склеенные с помощью скотча, или же аналог торфотаблеток из спанбонда, спаянный утюжком для выпрямления волос. В общем, любые самоделки, на которые только хватает средств и фантазии. Для этого можно использовать даже отходы. Например, обрезанные упаковки от сока, молока, баночки от йогурта или сметаны. Или даже можно сделать специальные рулеты из подложки под ламинат. Такая самодельная грядка, она тоже проста в применении, дешевая по средствам. И самое главное ее преимущество – это в экономии пространства. Кстати, на все видео с этими домашними изобретениями я оставлю ссылки в описании и комментариях к этому ролику. Может быть, какой-то вариант из них вам придется особенно по вкусу. Ну а в завершении этой темы предлагаю обсудить, кто и какие варианты посуды обычно используют для выращивания рассады. И почему именно такой вариант для вас более удобен. В общем, оставляем комментарии и делимся своими предпочтениями. Спасибо за просмотр. Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok